Слева Вы в эфире или нет? Уже в эфире включен Я просто на восторге от тренера Арман Ну да, ставьте Кстати, я где-то его Это не сарказм, я был на полном серьезе Плёны Приеду Помогите, пожалуйста Можете идти, у нас тут Вот, что, один, да Плёны Плёны Помогите, пожалуйста Помогите Ну иди, у нас тут Вот, один, да Чем-то, один, да Чем-то, один 2,950, но они подняли до 3,950. Да, но там, где мы закалывали, оказывается, большая компания. Мне вот в этом сказали сегодня. Что-то у них там ЧП какой-то был, может из-за этого подняли. Ну я же ни слов точных не говорил, что ты спьешься. Какая компания? Тут у нас с Серегой схемы, офшоры, тебе не понять этого. Ну что, уважаемые дамы и господа, все зрители, все болельщики МФЛ, вот так. Сегодня у нас вынесена игра между командой Эйсар и Армата. И буквально с минуты на минуту она стартанет. Есть у нас уже комментарии. Fallen Angel. Едель до себя в тигр, а нет Едыля. Нет Едыля, но он все равно тигр, да. Ну что, матч у нас буквально уже сейчас через 10 секунд даст главный арбитр этой встречи. Губаш, Fallen, Свисток и команды устремятся вперед. Пока команды еще не начали, может быть, давайте успеем объявить стартовые составы команд. В воротах у команды Эйсар, Гани и Фушкун. В обороне под одиннадцатым номером Капитан Осет, Исабаев Осет. Вместе с ним в обороне под девятым номером Карибеков, Бахыт. Впереди под двадцать первым номером Жумадилов, Коанышбек. Под Диас там, я не знаю какой номер. Шестой, да, по-моему. Шестой номер это у нас Рахимжанов, Диас же это. И впереди на столба Бауржан Улуми и Ирбан. Джонни, тебя не видно в темноте. Джонни, кто это, интересно? А если есть болельщики команды Эйсар, подскажите. Вот под шестым номером вышел в старте, это же Диас у нас Рахимжанов. Просто в протоколе почему-то представитель команды Эйсар не указал его. Ну, я так на память, по-моему. Да, точно, это Диас. В воротах у команды Армата, который выступает в такой салатовой форме. В воротах ход Жаназаров Аймбек. В обороне под... Не вижу я пока номера. Под 55-м номером в обороне Байжуманов Максат. Под 13-м номером Оспантаев Жанебек. Жанебек? Да, Оспантаев Жанебек. Экс-игрок команды NET, той знаменитой команды, которая бесславно провела свою жизнь в МФЛ, да, но у них есть одна восхитительная победа, которую мы будем всю жизнь помнить над командой БНК Скиля. Впереди у команды под 9-м номером будет действовать Канабек Алмаз. Под 3-м номером Туров Роман. О-о-о! Штангу Исабаев. На прошлой неделе Исабаев, да, две банки просто заколотил. И вот сейчас уже не хочет он останавливаться на достигнутом, там вот попадает в штангу. Под... Под 10-м... 10-й, да? Под 10-м номером впереди у Каната Сылбек, у Арматы. Ну что, пока... Что стоит отметить? Я видел Армату всего один раз в этом сезоне, и это было не очень такое хорошее выступление. Посмотри, я пришел пораньше специально сегодня, и меня просто восхитила предматчевая разминка команды Арматы. Это просто... Такого подхода нет ни у одной команды в МФЛ. Просто космос. Как в премьер-лиге. Пока бахает у нас, наносит удар, далеко от ворота. Да, у функциональных команд такая... Прям профессионально-профессиональная разминка села. Мега-профессиональная разминка. Но это, видимо, у команды появился тренер, который прям так своих ребят загонял, и прям видно было, что он не хочет, чтобы они остывали. Он прям кровь гонял в них, да? Прям управлял ими. Прям кукловод настоящий. Шучу, шучу, конечно. А... Пока, конечно, явно игра под диктовку команда Исар проходит. Сейчас Жумадилов с мячом был. Середину передачи на Исабаев. Исабаев вперед не точно. Ну да, совсем пока у Арматы надо в первую очередь подбор наладить, потому что все вот эти нерешенные мячи пока подбирает быстрые игроки команды Исар. Пытаются с дальних дистанций обстрелять ворота Арматы, но пока все все уходит в молоко. Ну ничего, все. 17 зрителей уже села. Это болельщики команды Исар в таком большом количестве. Кстати, почему же как ты думаешь команда Исар в Арматы играет сегодня? Потому что завтра свадьба у игрока команда команда Исар. Сейчас я его найду в протоколе. Мукожанов Ярнара, наверное. Ну, Ярнара свадьба. Что там? Исар. 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 видишь, я еще не был арбитром. Исар. 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 Армата выходит в контратаку. Ой, как опасно могло получиться, но нет. Ну вот, не доскнал я свою мысль, что у Ярнара свадьба завтра. И вот представь, да, не чтобы на мальч... Ну, это своего рода мальчишник, да, сейчас у игроков Исар. Завтра они пойдут на свадьбу, а сегодня вот футбол у них. Жены могут не переживать за своих мужей. Все нормально. Они здесь вот бегают. Можете трансляцию включить. Все нормально. Добрый вечер. Только одна игра на сегодня? Да, сегодня только одна игра. Я повторюсь, это вынесенная игра, потому что команды договорились сыграть сегодня, потому что завтра, насколько я понимаю, Исар в полном составе сыграть не сможет. Карибеков на право передача. Прерывает ее защитник команды Арматы. Это у нас Канабе Калмаз был. Исабаев фасет с мячом. Передача на Жумадилова. Жумадилов в обыгрыш пойдет. Во фланг уходит. Еще дальше себя загоняет. Нет, не стал делать прострел. Будет, видимо, через оборону уходить. Нет, нашел он Диаса. Диас нужно простреливать. Диас бьет в ближний угол. Кипер свою команду спасает. Браво, браво. Хорошее начало от команды Исар. Жмут. Настрой серьезный. Это видно. Ой-ой-ой. Ну, в защите. Там нужно отрабатывать. Карибеков. Жумадилов. 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 Жумадилов бьет голкипер снова. Хоть и в него, но выбор позиций все равно хороший. видел подсказ Сева. Что за какой-то Хосеп Гвардиола появился в МФЛ. Сразу в топ. В топ. В топ. Заходим, заходим. Пошли, пошли. В Лигице. Ну, по активности он точно топ. Такого нет. Да. И надо его продвигать в Премьер Лигу Сева. Такие тренера нам нужны там. Исабаев. Ну, зная МФЛ вообще, сейчас я доскажу мысль после этого момента, что возможно ему и не нужно идти в Премьер Лигу. А пока атака хорошая у Армата. Ну почему? Бить надо. Да. Подсказывают сейчас партнеры. Вот сейчас могут получить. Армата гол свои ворота. Исабаев бить нужно. Бить нужно. Ну. Эх, Ася сблизился, конечно. Сблизился или больше, наверное, вратарь. Вратарь сумел угол сократить. Там некуда было пробивать. Как же плохо сейчас в атаке. Даже неплохо, ужасно сыграл Канат Асселбек. Кажется, откровенно, ну, напрашивался там. Удар поворотом. Но почему-то решил сделать передачу. Пауза. С чем связана пауза? Непонятно. Пауза. Надо дождаться. Как будет наш момент? Пошли структура. Мне даже хочется помолчать иногда, чтобы вы, уважаемые болельщики, услышали этот подсказ от тренера. Ну, это просто топ. Команда, правда, в защите не очень пока играет. Прям дирижер. Настоящий дирижер на бровке у Арматы. Конверт нужен. Жанебек ошибается. Ну, и еще одна контратака Айсар. Ну, уже нужно забивать. Джумадилов 1-0, да. На этот раз голкипер свою команду не спас. Но сами себе привезли. И празднование в стиле Криштиану Роналду, Джумадилов. Брау. 1-0 впереди Айсар. Я поменяю. Ничего страшного, парни. Моменты есть, а подсказ? Да, подсказ от главного тренера Айсар, что ничего страшного. Абсолютно ничего страшного не случилось. Есть моменты. Главное, нужно забивать. Ну, такой стандартный спич в адрес игроков. Если ты хочешь... Жумадилов! Жумадилов на дубль пошел. Немножко по воротам не попал. Ну, просто это какой-то последователь чепукающийся Александр. Главное, контроль. Отыграться еще успеем. Просто космический подсказ. А у Айсара на тренерский мостик сегодня пришел снова Шинекулов в квад, который так, да, спереди через игру приходит. Но, видимо, очень занят квад. Кстати, квад играет, по-моему, за ФК Нурали, да, в лиге? Да. По-моему, это так. Карибеков с мячом. И Сабаев. И Сабаев бьет! У-у-у! Жумадилов будет угловой подавать. Назад передача на Токтасуна Замата. Вот Азамат дальше, Исабаев. Исабаев хорошая, разрезающая передача на Жумадилова. В принципе, по науке Жумадилов в касание стрелял, но защитники успели перекрыть эту передачу. Жумадилов опять вместе с Азаматом там на угловом флажке пытаются что-то интересное придумать. Надад передача. Исабаев. Исабаев вверхом. Ой-ой-ой, это желтое. Это желтое. Ален подкараулил сзади. И сразу же желтенькую Жумадилову предъявил. Нельзя рукой играть, да. Все, все, арбитры наши видят. Все очень хорошо. Под 11 номером в составе Арматы появляется Жумабаев Алмат. Вот он как раз, Алмат с мячом. Кто не очень активно сыграл. Хорошая игра такая, да. Такая. Нет, да, таких медленных раскатов, как обычно бывает в Лиге С, да. Нет, все команды, обе команды носятся. Посмотри, вот еще одна стенка прошла, прострел. Почему же не бьют пока игроки Арматы? Это под 44 номером был Хази Назимжан. Назимжан проследовал не точно. Исабаев. Парни, если там хода нет, не обязательно это выполнять. Исабаев назад. Азамат. Жумадилов. Уже, уже, парни, уже закрываемся. Исабаев. Азамат. Исабаев. Жумадилов. Исабаев. Ошибается Исабаев. И в атаку переходит Армат. Передача на голкипера. Хорошо, хорошо. Разыграли сейчас Армата. Ну, нужно... Вот сейчас возможно... Бить, бить нужно и... И... Вообще, Армата... Хороший ход набрал... Ооо, Армата. Исар, хороший ход набрали. А вот сейчас... Да. 1-1. Браво. 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 Просто какая-то спартаковская стенка. И... Каната Сылбек отквитал. Отквитал забитый мяч Исара. 1-1. 1-1. Ты видел, да? Просто что они устроили. Все. Ты видел игры Арматы в этом сезоне? Ну ладно, только. Я тоже... Я половину игры видел. Я их... Нет, еще ССК же видел, нет? ССК. Как нет? Ты снимал? Слева. Сейчас даже зайду, посмотрю. Еще одна атака Арматы в ближний угол бьет. Снова Сылбек, но поворотом-то попал, но там совсем острый угол был. Хорошая игра, да? Хорошая скорость и... Хорошая интрига. Ассал с мячом пошел. Ладин на троих мяч потерял. Мейербан с мячом. Назад, да. Нужно подуспокоить немножко. Немножко инициатива ушла из рук игроков Исар. Или точнее из ног. Исар, если сегодня победит, они вплотную могут приблизиться к призовой тройке. Армата же... Ну, в серединке так. Крепкий середняк такой. На 14 месте команда находится. Рядом с командами Зангер и все Кизе. Вот у Арматы есть, допустим, ничья 3-3 с командой Алматы-Орландс. Это очень хорошая команда. Но более того, Армата 3-0 вела и упустила победу. Исабаев. Ой, Исар на поле появляется. Даулет. Под восьмым номером. Просто я заслушиваюсь за этим подсказом, да. Посмотри, просто неимоверно. Он держит в тонусе, по-настоящему держит в тонусе своих игроков, да. Посмотри. У каждого концентрация просто сумасшедшая. На 100%, на 120% сейчас. Мне кажется, в голове у всех только... Эта игра только подсказ своего главного тренера. Крест какой-то. Все, это была... Была контратака под названием Крест. Под сорок четвертым номером поворотом пробивал... Хаки на Зимжан. Тайм-аут берет арматы и посмотрит. Да, это... Сейчас давай под этим тайм-аутом подсмотрим. Для вас наймал тролли. Пойдем. 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 как назло в тайм-ауте он тихо начал говорить насколько он в себе самого всего просто мы самоуверенно вот он говорил когда команда 10 проигрывал что все спокойно ребята сейчас мы забьем фантастика какой-то этот томас тухель появился в мфл начало карьеры тухеля да неудачный розыгрыш углового и гони фушкин на диасовой диас на и соба его налево вот сюда перевести на жумадилова нужно почему он там диас один был справа жумадилов по бровке мирбан принимает нужно простреливать мирбан стреляет да в защите вот после пропущенного мяча да как то более-менее в обороне надежно стало армат айна встречался с арматой а теряет мяч на своей половине салатовый и снова и сар накатывать снова чуть-чуть так инициативу к рукам они прибирают и вот сейчас и собаев нужно простреливать и больше наверно такой удар это все-таки был но накрыли накрыли и соба возможно это какие-то установка после того как и соба штангу попал главный тренер арматы перестроился видимо и теперь и собаевок с собаевым очень плотно играет нападающей команды армат жумадилов назад передача и собаев передача хорошая надена мир бану мир банк как-то принял откровенно говоря неудачно диас бьет с дальней дистанции по стри с любых дистанций пытаются пробивать игроки команда эйсар вот сейчас проспали проспали этот выпад на право нужно отдать хорошо скидка ассал с мячом ну нужно не эх потерял мяч и пошла уже контратака эйсары осет бежит как в лучшие годы свои в середину пошел и штрафной опасность заработал и это желтая карточка это желтая карточка для кого а кому кому я не заметил там сорок четвертый хоккей на земжан получает желтую карточку сетку 1 фолда в матче они была рука но это не фону как фону без единоборства и собаев прострел на жумадилов жумадилов надо левой пробивать мне кажется стоит с той позиции алмат с мячом прострелы супер момент у вас албека и он не реализован но право браво армата не то что дает бой армата переломила где-то так после экватора первого тайма переломывает ход встречи и вот потихоньку потихоньку команды появляется момент но и сар команда опытная в их составе играют в целом игроки мировой категории ты знаешь как села в этом футбол менеджер играл когда-нибудь там есть вот такое типа игрок мирового уровня игрок там местного уровня ты собаев все татай игрок икона и и и и и и и жесткий такой тайм-аут у айсар как ты думаешь проснуться они или нет как-то подломил их нет второй пропущенным гол по статистике 2 дожимаю да во втором тайме ты так думаешь все заканчивается у нас перерыв матчей команды появляются но ну холодно нельзя да много стоять поэтому команды уже на поле гони фушкан и соба и фасет тактас на замат жумадилов коныш бег карибеков бахыт и бауржанулы мир банн выходит в начале второго тайма уэйса форматы в воротах ходжа назаров аймбек в обороне под 55 номером байжуманов макс а то сейчас карибеков хорошая передача мир банну нужно реализовывать конечно такой момент совсем один бах и там стоял номер банн решил сам нанести удар просто что за начало от эйсар что что это что сделал коныш бе контратака его что гони фушкан просто это что-то из из хоккея да да все вот такой прием из хоккея а тушку на вратарев который как выходит жестко как но как мануэль но и расскажи а влиют мфл настолько эволюционировал что сейчас раньше если голкипер и так занимал на линии станут и вообще оттуда не вылазит а теперь вот так на подборе на 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 подстраховки да есть разница выходить на но и по забирать на подборе мяч или кого-то снести а пока жамадилов пробивал кому желтую кому мир банк получать мир банк получает желтую карту потому что за воротами пробегать нельзя во время но вообще ну это запрещено это путает защитников но как бы это не по правил не даст не досказал я состав формата по 14 номером в обороне смейлов нурмахан впервые он матч появляется впереди под десятым номером каната салбек под одиннадцатым номером жумабаев алмат и на дальней бровке не вижу по моим под 44 номером это пока салбек еще одна контратака здорово нужно отдать просто идентичный момент гони фушкин опять опять снёс кого-то перед перепалка скамеек запасных пошла перепалка скамеек запасных пошла и сейчас у нас тут будет битва взглядов желтую карточку дали что ли еще пошла где оборона у исар где оборона просто можно за голову хвататься совсем не возвращается если они сейчас не забьют то будут большие проблемы с такой игрой поэтому надо забивать ты все смеешься про то что серёжа попал арбитра ты снял это атака арматы ну нужно простреливать и удали удалить олежка на 2 красный сразу красный достать из удали его карибеков назад передача на осета осет какой плазер осет это пол сколлс на минималках на совсем минималках то что сколлс такие передачи прям в ножку давал исабаев перехватил сама чумир вам про голову ты вилл убрал был убить туда головой влетать да и забивать сабаев на жумодилова передача жумодилов чего загоняет себя туда всегда жумодилов чё на так арматы аслу нужно забивать ну-ка третий момент подряд уже третий момент подряд у арматы в атаке и это это не какой-то пол момент на рандеву уже третий раз выходит нападающий арматы ну нужно реализовывать жумодила сейчас класс может сказаться просто карибеков с мячом жумодилов и сару не понадобится столько моментов чтобы забить один такой хороший подход и я уверен они забьют и собаев и соба их нужно стрелять бьет и осет ну заблокированный заблокирован этот выстрел ну просто как армата в обороне пластается ассал смерть ой что за передача немножко немножко не точно достает ее игрок армата стенка там не точно смайлов нурмахан здорово здорово себя проявляет начале второго тайма это игрок по 14 номер и сабаев вот сева согласись или не согласись со мной вот мою мысль послушать что если эйсар в первом тайме полностью выдержал такой темп то во втором тайме уже так перешли больше да такую более медленную игру согласись первым тайме носились также как армата сейчас сейчас такой раскат перешли возможно эта установка шинекулова куата кто знает ассал ошибается ассал снова мяч в эйсар пошли потери от арматы и сабаев диагональ не точно карибеков жумадилов жумадилов хорошо увидел оседа ну туда на дальнюю там азамат стоит стреляет осед как раз туда и там там защитника точнее бай жуманов макс от этот прострел прервал угловой карибеков карибеков будет бить нет отдает на правый сабаев просто какой раз уже заходит вот так бьет из-под игрока в стиле жумабекова каната но не прошло не прошло и контратака арматы но вот сейчас то нужно за ой ну это просто космический космическая банка жумабаев алмат ну как обыграл ну как обыграл ну что это сева ну что они творят ну как бы назревало да откровенно говоря это четвертый такой подобный момент если в предыдущих трех ситуациях били армата то на этот раз alma так красиво положил ушка на на землю обыграл и пробил уже по пустым воротам сабаев на карибекова карибеков автобус просто высадил ну вот сейчас можно было пробить и сабаев бьет и снова туда в дальнюю снова не точно но она проходит туда надо ли там должны быть игроки такой закон был раньше что всегда кто-то был на дальней всегда кто-то должен быть на дальней штанге олег к нашу тайм-аут против шинокуловку а ты как мяч перейдет команде из арбует тайм-аута пока армата рвется там на да и ушкун пошел читать и пробил в ближний угол игрок армата сейчас мог курьезный гол состояться но ушкун в кошачьем прыжке свою команду спасает же не бег ошибаются в атаке арматовцы и такой уже на вальчик потихоньку устраивает и сара сажимодилов не точно торопится жимодилов и сейчас могут еще одну контратаку пропустить рвется же не бег некому отдавали вот пятка отдал он на своего партнера получает ответную передачу но не до не дотянулся до нее тайм-аут берет и сар тайм-аут нужно вносить какие-то коррективы не очень много времени остается у эйсар возможно даже сейчас будут 6 подключать а 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 все тайм-аут закончен а а а а а а а сейчас из тайм-аута эйсар передам я вам уважаемые зрители что попросил исабаев поменяться флангами карибекова и а токтасы на за мат но за мат не появился после пи после таймаута сейчас карибеков справа ну в принципе и разумное до решение если не проходит так нужно поменять и вот карибеков заряжает попадает защитника там за постриот все накрывает бальжуман с максат уже три-четыре удара точно он на себя принял защитник команды армата Исабаев. Исабаев. Некому давать. Некому давать. Только вот так, да, туда, на Жумадилова, пошире. Коребеков. Исабаев. Исабаев стреляет и пострелил снова. Вот про то, что я говорю. Байжуманов-Максат. Один из лучших в этом матче. Жумадилов прострел. Мяч вышел. Мяч вышел. Извиняйте перед партнерами. Мухажанов-Думан. Ну, быстренько Исар мяч себе вернули. Армата, по-моему, уже и не думает об атаках. Главное отбиться сейчас. Главное отбиться Салатова. Коребеков. Смотри, дублируют друг друга. Видишь? Видел? Даже одно и то же движение делают. И посмотри, опять дублируют. Зачем? Уйди на дальнюю. Уйди на дальнюю посмотри. Двоем, смотри. Ну, зачем двоем бегают там? Исабаев. Смотри, как они хотят мяч получить. Они двоем друг к другу рядом стоят. Жумадилов. Исабаев. Исабаев. Вот есть свободное пространство. Бьет он и сейчас мог автогол состояться. Угловой будет. По 20-м номерам это Сайсеков-Дамир появляется. Уэйсар. После как раз таки таймаута. Жумадилов. На Коребекова нужно прострелить. Прострел прошел. Но там голкипер на месте оказался. И еще одна контратака. Армат. Как они в нее выбегают? Ассел простреливает. Там на коньках так прокатился. Это скидка назад голкиперу. И Ганиев Ушкун почему-то взял мяч в руки. И это свободный. А, я думал это игровой мяч. Кто-то из игроков, из запасных арматы выбил. Это свободный. Его будет исполнять Жанебек, видимо. Жанебек, Асселбек. Все, нет. Подходил там Назимжан, но все-таки он ушел. Жанебек и Асселжан будут исполнять этот стандарт. Асселбек, Ганиев, исправляет свою ошибку. Но мяч-то остается у арматы. Тают драгоценные. Минуты для Эйсар. Шестого начинают заигрывать Эйсаровцы. Ганиев Ушкун меняется. Коребеков будет вратарем Ганялы. Жамадилов. Исабаев. Коребеков, Исабаев. Я не понимаю, почему так они разыгрывают. Дублируют друг друга нападающий Эйсар. Зари, Азамат с Думаном сейчас примерно в одной точке находились. Теперь Азамат на одной линии с партнером. Жамадилов. Жамадилов бьет. И на этот раз не Максат накрыл выстрел, а игрок под девятым номером. Канабек Алмаз. Жамадилов через оборону, через Исабаева. Нужно больше ударов, больше нагнетать. Нужно вот сейчас Коребеков ушел. А простреливать некому было. Да, но если сегодня Исар проиграет, я думаю, шансы их на выход в Лигу Б значительно уменьшатся. Потому что там лидеры не теряют. Лидеры там набрали очень хороший ход. Это касается Кьюстана. Пока снова Армата атакует. Это касается Кьюстана. Это касается АСК Капчега. Это касается Таймаса. Это команда, которая просто неимоверную форму набрала. И просто сейчас щелкают победу за победой. Исабаев бьет. Попадает в своего же игрока. Коребеков нужно доставать. Почему же сразу не победил? Достал, достал. Коребеков. Есть еще скорость. Есть. Есть она. Исабаев. Азамат. Снова Исабаев. Азамат. Ну что за передача? Исабаев. Коребеков. Исабаев. Таймау ждут арматовцы. Подустали. Да, просят защитники сейчас таймаут. Нужно пользоваться этим. Исабаев в штангу попадает. Пустые ворота. Субек бьет. Исабаев спасает. Ну да. Не фарт. Не фарт. Прошел выстрел. Там голкипер ты видел позицию? Он даже не видел этого удара. Если бы мяч попал в ворота, то это был бы гол. Но мяч попадает в створку. Три минуты остается у нас до конца этого матча. Нет, около пяти. Около пяти еще играть. Все, нога затекла. Когда мы летаем? Давай попробуем. Нет, нет. Все правильно. Стоим. Пойдем, пойдем. Отстоп. Дашь, дашь, дашь. Что ж, Мак, стоим. Мак, стоим. Дзянский, стоим. Разберутся. О-о-о. Ну это настоящий Пеп, конечно. Не хватает ему еще лыси на голове. Это просто был бы настоящий Пеп. Гвардиола. Азамат с мячом. Бьет Азамат. И голкипер спасает свою команду. Вот сейчас проспали момент. Как бы не подсказывал Гвардиола. Проспали в обороне этот момент. Карибеков. Думан назад. Карибеков. Нужно рисковать. Исабаев. Исабаев, Жумадилов. Азамат. Снова Жумадилов. Исабаев. Если давать Исабаев 100 кобить поворотом, в конечном итоге-то он забьет. Карибеков. Думан, опять нужно на Карибекова. Да, хорошо. Исабаев. Сева, ну это не подготовка. Так нельзя подготовить команду за один день. Это человек, видимо, который давно уже тренирует команду. Нет. Исабаев бьет. О-о-о. Вот про то, что я говорю, они как-то то широко уходят, нападающие именно, крайние, то друг друга дублируют. Вот сейчас кто-то же должен был там стоять. Для чего Исабаев бьет постоянно по ударам? Надо штанги замыкать. Не надо, Зянский, не надо. Со своей загонять сложно. Открыти два назад. Зянский, два назад. Жанебех, прострел. Еще один прострел. Карибеков. Хорошо. И вот сейчас быстрая, быстрая атака нужна. Отдавать нужно, да. Карибеков. Карибеков попутал. Да, просто поставим, останови, да, мяч? Вот сейчас сосед подсказывает. Зачем ты передачу подсовываешь-то? Неожиданную. Карибеков. Исабаев. Исабаев. Жумадилов. Уш, хой, ну вот сейчас, на Азамат там под ним, прострел от Жумадилов. Быстрее, быстрее. Вот обыграл хорошо, а дальше-то... Быстрее было, надо было решение принимать. Исабаев. Жумадилов. Вот сейчас Жумадилов. Вот зачем вот Думан, видишь, приходит? Жумадила полы... О-о-о-о. О-о-о. Кутя сейчас мог наказать голкипера. О-о-о. Армат. Желтую карточку уголкиперу сейчас предъявят. Нет, не предъявят. По свистку надо играть. Поприседай, чтобы не затекало. Спасибо, брат, спасибо. Кто это у нас? Якут. Отошла уже нога. Все нормально. Ну что, Сева, давай. Будет гол? Нет? Голкипер не имеет права выходить вот так дальше стенки. Ну что это? Исабаев и Жумадилов у мяча. Там просто настоящая, вот настоящая берлинская стена выстроилась. Бьет Исабаев, попадает в грудь голкиперу. Как не отворачивался вратарь Арматы. Мяч все равно в него попал в грудь и ушел на угловой. Жумадилов. Коребеков. Коребеков ошибается. Ну нет, на подборе. Игрок Исара. Коребеков здорово спину ставит. Прострел угловой будет. Жанебек. Жанебек выбивает. Желтая карька Исабаева сету за мат в сторону своих игроков. Своих партнеров по команде. Исабаев. Жумадилов. Вот сейчас Бахыт есть зона. Нужно сразу отдать. Но Жумадилов сам пробивает, попадает в перекладину. И это все. И это последний шанс Исара хотя бы отыграться. Все. Звучит финальный свисток. И победа Арматы. Это победа главного тренера. Как отработал. Это тот случай, когда звезда не на поле находится, а на бровке. За полем. И он свое дело, конечно, сегодня сделал. Стоять.